всем привет сегодняшнем видео выпуске относящимся к рубрике дорожные заметки я хотел бы затронуть последние дни у нас такую тему как сталкивание лбом над народности и национальности под действием средств массовой информации а именно некоторое время назад у нас по всем центральным каналам показывали что здесь в одном из южных городов баварии русский убил двух украинских солдат вот показали в новостях люди собираются к этому дому где там произошло вот это двойное убийство складывают цветы все в шоке от того что такое произошло и вот так вот вскользь вскользь но упомянули несколько раз русский убил двух украинских солдат сразу возникает вопрос а что делают украинские солдаты здесь на территории германии вам не кажется что это может вызывать какие-то там непонятные ассоциации да ладно другие каналы после того когда в первый день это было шокировано вернее шок неприятно жутко и так везде бардак и так везде люди гибнут а тут еще вот это вот дрянь такая да и оказывается если мы будем сейчас рассматривать конкретно по деталям не просто русский а русский немец русскоговорящий скажем так проживающий здесь уже чуть ли не с 80-х годов убил двух украинских вот этих вот военных приехавших сюда на реабилитацию на лечение то есть они получили какие-то ранения где-то в боях и их сюда перевезли для того чтобы провести соответствующие или операции или лечение и курс реабилитации как произошло убийство они сидели все вместе в квартире этого русского и вместе все втроем бухали ребята они все втроем сидели бухали вы понимаете на теме над на пьяность скажем так на на пьяную голову на пьяные взгляды на вот этой теме политики они все втроем перегрызлись и он схватил нож и пока целых вот так вот но как это при преподносят средства массовой информации в том числе не только вот центральные газеты но и центральные телеканалы они это преподносят так как будто здесь люди живущие допустим русские там украинцы молдаване узбеки туркме так много здесь народности живет мол типа это люди которые настолько сильно ненавидят украинцев что готовы их отлавливать по улицам и убивать вот зачем вопрос спрашивается зачем развивать разжигать межнациональную рознь зачем делать такие вот мерзкие паскудные вбросы нет недосказанной информации в умы людей чтобы люди потом выходя на улицу начинали ненавидеть свои допустим соседей да или еще кого-то зачем вот это вот делать вот посмотрите сами у нас вот эти вот граждане украинцы вот в нашем городе очень много украинцев очень много и также вот в клинике в университетской клинике на огромное так вот тут несколько комплексов есть тоже люди просто проходящие реабилитацию после ранений после каких-то операций участвовавшие вот в этих вот кровопролитных боях на украине но с этими людьми даже русские разговаривают нормально и эти люди разговаривают тоже нормально все понимают что мы здесь все люди это раз второе да это неприятная тема это довольно больная больная тема это трагедия в первую очередь для той страны в которой все это происходит но как бы не грубо это звучало поймите мы здесь живем уже поколениями в этой стране и по большому счету нас не касается то что происходит к примеру на украине или в молдавии или в грузии или в прибалтике или еще где у нас своя страна у нас своя политика у нас своя социальная система у нас свои взгляды в конечном итоге уже менталитет другой потому что мы у многих наших людей живущих здесь дети хоть и считаются как бы русскими немцами но дети не разговаривают по-русски для них это очень тяжело потому что они грубо говоря 23 часа в сутки обитают в немецкой среде дома если пару слов по-русски от кого-то от родителей услышат то они уже отвечают только на немецком языке для них этот язык эта страна это их родина как можно считать этих людей ненавистниками другого народа другой национальности и вот именно этим и занимаются привет тебя и вот именно этим и занимаются средства массовой информации особенно касающиеся центральных каналов центральных газет говорящие вот так не до конца доносящие информацию людям о том что произошло какое-то вот такое вот трагическое событие допустим как русский убил двух украинских солдат вызывает споры вызывает гнев вызывает сомнения и сразу возникает как я уже сказал в начале вопрос а что делали украинские военные на территории германии по идее да вот они вроде бы должны быть там на украине что они здесь делали а потом когда оказывается понимаешь вернее получил пардон получаешь больше информации уже с других коммерческих телеканалов которые именно ведут расчет на достоверность представляемой информации своим зрителям уже начинаешь понимать что это люди были привезены сюда или на самолете или на машинах для реабилитации для восстановления ну скорее всего ну на пьяную голову блин да господи блин на пьяную голову много проходит всяких вот этих вот бытовых вот этих вот преступлений но это вот типа поначалу же не были как бы друзьями да вместе сидели вместе разговаривали жили по соседству вместе кинтовались в конце концов но вот тут они решили конкретно забухать и видно кто-то из этих украинцев что-то сказал этот выступил против слова за слово ну как на как-то многие прекрасно знают как вот проходят эти пьяные базары среди вот этих вот идиотов блин слово за словом один хватается за вилку фото 2 хватается за нож и вот происходит потом преступление в котором в первую очередь потом человек совершившие это преступление обвиняет самого себя вот это вот такая вот неприятная тема что жалко очень жалко жалко тех людей которые вот так вот погибли глупо погибли не на войне а именно вот так в бытовой пьяной драки блин умерли люди ну теперь их не вернешь на что сделать но хоть через несколько дней после того когда центральный канал об этом трещали коммерческие каналы начали говорить уже открыто правду о том почему и как все это произошло вот такие видео